При всех минусах, издержках и проблемах, которые существуют в сетевом маркетинге, а их навалом, я вам должен сказать откровенно, я искренне верю и на собственной шкуре, как говорят, испытал этот бизнес самый лучший. Его самый главный плюс состоит в том, что он для обыкновенного любого человека, для студента, для пенсионерки, для любого человека, без регалий, без образования, просто горячий, жаждущий перемен своей жизни любой обыкновенный человек может построить бизнес. Много, собственно говоря, существует факторов, которые нужно учить для того, чтобы стартовать правильно, начать. И компанию правильно выбрать надо, и спонсор, чтобы был у тебя подходящий, чтобы продукт был классный, и чтобы время было удобное, и место жительства, и место, где ты работаешь, должно соответствовать. Все это важно. Но один крайне важный момент для успеха, для того, чтобы добиться серьезных результатов, просто необходимо учитывать. Сейчас об этом я поговорю. Что я имею в виду? Я вот наблюдал за успехом других людей в разных сферах, и всегда приходил к выводу, что эти люди, как правило, в абсолютном большинстве своем сумасшедшие, самоотверженные, герои. Мне казалось, что так работать невозможно. Это увлеченные люди. Они даже не замечают, что они работают. Они горят, полыхают. Они полностью, всецело отданы своему делу. Вот тогда получается. Это крайне важный момент. Очень важный момент. В сетевом маркетинге существует колоссальная проблема. Проблема состоит в том, что люди размазывают старт. Люди никак не могут понять, что быстрый старт – это залог успеха. Ты быстро стартовал, быстро получил результат, вдохновился, добавил себе энтузиазму, влил новые силы в себя, новые надежды, уверенность в успехе, и ты снова действуешь с удвоенной энергией. Вот почти 4 года назад я стартовал в бизнесе, и так уж получилось, что старт мой был очень быстрый. В первый день мы подписали 54 партнера в мою организацию. И вот с этого закрутилось. Через полгода я уже был почти, был уже вице-президентом. Я заработал кучу денег в первые же часы, дни, недели и месяцы. И потом мне не надо было себя вводить в нужное состояние. Я предлагаю каждому. Самое хорошее в нашем деле то, что начать можно в любой момент, снова. Поэтому, если вы продолжаете свой бизнес или начинаете что-то новое, то нужно стартовать быстро. Я рассказывал вчера про Большого Элла, который использует разные приемы для того, чтобы начать разговаривать с людьми. Еще один прием я у него подчеркнул и использовал его для старта в своем бизнесе. Прием называется, он называл его «Лестница». А у меня он так получилось, это получилось неосознанно, я назвал его «Вспышкой» потом. Потому что это действительно было как вспышка, как «пу!» и началось, и загорелось. Вспыхнуло, и загорелось. Это гораздо лучше, чем тлеет, вяло, противно. Каждый раз себя поднимаешь на работу, каждый день идешь и делаешь какое-то небольшое количество встреч, и вот ты тлеешь, и тлеешь, и тлеешь, и каждый день тебе нужно поднимать себя, тащить, хватать за задницу и тащить на работу. Это я перепрожил, переиспытал это чувство ужасно. Гораздо лучше полыхать, гораздо лучше вкалывать со страстью. Как начать? Вот я лично научился у большого Элла, у Тома Шрайтера. У него описан в его книжечке какой-то прием, он называет его «Лестница». Смысл приема состоит в следующем. Обязательно со своим новичком, с партнером приходишь к его приятелю, знакомому другу, и делаешь ему предложение, и говоришь ему, что сегодня, сегодня под тобой будет 20 человек. Потому что я сейчас решил вот твоему другу Василию помочь построить команду. Если ты сейчас включишься, сегодня под тобой будет уже 19. Это сильно заинтересовывает человека. И ты его подписываешь, говорит большой Элл, и просишь его тут же дать рекомендацию, назвать имя, фамилию людей, к которым мы прямо сейчас поедем и подпишем. И мы прямо от этого человека едем к следующему, к его знакомому, и говорим, сегодня под тобой будет подписано 18 человек, потому что вот мы Василию и Пете только что сейчас это рассказали, они включились, и давай включайся. И следующий, и следующий, и следующий. И так от человека человека лестничкой значит выстраивается задник команды в 20 человек. Люди зажигаются, горят, под ними растет организация, и таким образом мы уходим в глубину, говорит большой Элл, и выстраиваются организации мотивированных и возбужденных людей, потому что они видят плоды работы. Они построили организацию за один день с моей помощью и ушли в глубину. В этом фишка. В этом фишка. Это серьезный рамин. Какая методика? Ты спонсор. У тебя есть дистрибьютор. Дистрибьютор-новичок, ему надо помочь. Значит, ты берешь его друзей, его связи и строишь ему организацию. Кому ты строишь организацию? Себе. Очень важный принцип. Нет пророка в своем отечестве. Закон. Поэтому, если ты отпускаешь новичка на свободное плавание, отправляешь его к своим друзьям, значит, ты считай, ты его, как правило, загубил. Нельзя позволять ему этого делать. Нужно работать с его знакомыми. Ты же строишь себе организацию. Это первое. Второе. Нужно действовать массированно так, чтобы у этого парня, с которым ты сегодня начал, к концу дня был хороший результат. Все. Это горячий человек. С ним практически ничего не надо будет делать, потому что он а. заработал денег, б. Он получил организацию из своих знакомых, из знакомых своих знакомых, из знакомых своих знакомых, который построил ему ты. В. Он видел, как ты это делал, он видел, как ты терпел отказы и проходил мимо, говоря, следующий, отлично, этот пока не подходит, следующий, кто-то подписывался, мы брали этого, он все это видел, он понял, что так сможет и он. Все. Обученный, возбужденный, заработавший, с организацией человек, горячий в твоей команде, с ним практически ничего не надо будет делать. Я хочу, чтобы вы поняли, никогда, никогда не слушайте людей, которые будут вам говорить, что не надо подписывать кого-то там. Подписывать надо всех. Это не я сказал. Это классика сетевого бизнеса. Пока ты будешь думать, что этому не подходит, а этот недостоин, а этого нельзя подписывать, потому что он потом будет жаловаться, ты лукавишь, потому что ты рассказываешь человеку о том, как он может изменить свою жизнь, заработать дополнительные деньги, увеличить количество времени свободного, чтобы быть с детьми, с внуками, уйти со своей неинтересной, низкооплачиваемой, оскорбительной работой. Каждый человек заслуживает на лучшую жизнь. Ты ему показываешь, он делает выбор. Ты ни у кого из кармана деньги не забираешь. Если ты кому-то рассказываешь, мотивируя его на принятие решения, то ты предоставляешь человеку выбор. Точка. Никогда никого не слушай. И разговоры про выжженную землю, про то, что ты всех переподписал, что ты переподписал население, это глупость бездельников или людей, которые не понимают сути дела. Это не я сказал, это сказал Рэнди Гейдж, это говорит большой Эл Том Шрайтер, великие авторитеты, гуру в этом бизнесе, это говорит Марк Ярнелл, нужно подписывать максимальное количество людей в первую линию и потом углубляться вниз, помогая людям. И чем больше ты подпишешь, тем быстрее ты будешь президентом в своей команде, тем быстрее ты станешь богатым и успешным. Они будут видеть, как ты действуешь массированно, масштабно, серьезно, умно, страстно, с утра до ночи. Так строятся организации. Они холодными рассуждениями раз в неделю на презентациях, куда ты приходишь и приводишь с собой полтора своих знакомых. Все, точка, подведем итог. Чтобы быстро преуспеть, нужно работать много, нужно работать правильно, нужно работать быстро, и нужно работать долго, до победы. Правильно, это означает, что ты работаешь со своим партнером и строишь ему организацию. Ты для его знакомых эксперт, специалист, которого они слушают. Его они слушают, скорее всего, не станут, потому что в своем Отечестве пророков, как правило, бьют. Это первое. Второе. Нужно работать по цепочке. Быстро, быстро, быстро. Сегодня ты с ним поговорил, а он уже ведет своего знакомого. Так строится организация. Никого не служите. Это секреты бизнеса. Если вы так будете делать, вы обязательно, гарантированно преуспеете. Я вам сегодня еще один пример покажу, как это будет делать сегодня. А сейчас пока достаточно. Часть первая завершена. Ждите новостей.